Привет всем, друзья, с вами Криптор. Поскольку рынок у нас в ужасном состоянии, я считаю, что это самое лучшее время для криптообучения. Поэтому в этом видео я хочу затронуть тему токенов, а именно какие токены бывают, да и какая разница между ними. На данный момент токены делятся на 7 видов. Конечно, в будущем может быть больше, потому что криптовалюта развивается и новые способы применения блокчейна придумываются, и еще непонятно, сколько таких способов и вариантов будет придумано. Но пока мы затронем вот эти 7 аспектов, да, и, соответственно, по пунктам пройдемся по каждому из них. Первый вид токенов это, конечно же, Cryptocurrencies. Это так называемые наличные либо валюты. Они могут служить в качестве средства сбережения, либо средства платежа. Самыми знаменитыми, конечно же, является Bitcoin, тот же самый Dash, либо, например, Monero, да, приватная криптовалюта, либо тот же самый Zcash. Второй тип или вид токенов это Platform Tokens, либо токены платформы. Например, такой платформы, как Ethereum, либо тот же AN Network. Эти токены реализованы на уровне протокола блокчейна. Они имеют решающее значение для работы блокчейна, поскольку токены являются неотъемлемым компонентом механизма консенсуса в блокчейне и частью механизма стимулирования валидаторов блоков. Например, если вы хотите запустить смарт-контракт на Ethereum, для этого вам нужно энное количество эфира, поскольку запуск программ требует определенное количество ресурсов. И можно сравнить эфир с топливом, которое нужно для работы двигателя платформы. Третий вид токенов это Utility Tokens, или токены служебные, обладающие определенной функциональностью или полезностью. Utility Tokens используются для приобретения каких-то функций в сервисе и различных видов услуг в проекте. Например, возьмем проект Golem. Он пытается заменить облачные сервисы Amazon, позволяя рядовым владельцам компьютеров предоставлять возможности своих устройств для аренды другими пользователями. Для этого Golem создали токен для компенсации арендодателей. Соответственно, арендаторы могут проводить оплату только в токенах Golem. Четвертый вид токенов это так называемые Security Tokens, либо ценные бумаги. Такие токены обычно представляют акции, облигации или другие финансовые инструменты. Токены дают их владельцу право на реализацию инвестиционных интересов. Например, получить право на участие в юридическом лице, либо получать долю прибыли компании в качестве дивидендов. Основным примером такого токена является, конечно же, NEX, децентрализованная биржа. Все держатели токенов этой биржи будут разделять прибыль, получаемую из биржевого сбора. В принципе, с помощью Security Tokens можно токенизировать любой финансовый инструмент, а это многомиллиардный рынок. Пятый вид токенов это Asset Back Token. Они выступают в роли каких-то активов, например, природных активов, таких как дерево, баррель нефти, участок земли. Если взять примеры проектов, есть такой проект как CarbonX. Цель которого состоит в том, чтобы материально вознаграждать людей за ответственное потребление углерода. А токены платформы будут предлагаться различным торговцам, брендам и предприятиям, чтобы стимулировать людей к принятию экологически безопасных решений. Токены могут быть любым активом. В этом плане, в принципе, токенизировать тоже можно все, что угодно. Например, недвижимость. Можно токенизировать квадратный метр жилой площади, либо киловатт электричества. Шестой вид токенов это Crypto Collectibles. Это криптографически уникальные и незаменимые цифровые активы. Они создают цифровой дефицит. Например, те же самые CryptoKitties. То есть, такие токены могут применяться в искусстве, редких предметах, коллекционировании, либо компьютерных играх. Это токены стандарта ERC721. Обычно такие токены неделимые, потому что биткоин, скажем, можно разделить, либо тот же самый Dash, Dash можно разделить. Но разделить токен CryptoKitty нет никакого смысла, потому что каждый токен представляет определенного кота, у которого определенный возраст, определенный цвет, порода и так далее. Ну и последний вид токенов это криптоналичные валюты и StableCoins. Криптоналичные валюты это, скажем, когда государство решит выпустить свою собственную валюту. Например, CryptoRubble, CryptoYuan и так далее. А StableCoins это просто стабильные монеты. Причем они бывают трех видов. Они могут быть подкреплены фиатом. Самым простым примером является Tether. Это когда центральная организация держит деньги в качестве обеспечения выпуска токенов. Токены представляют деньги, находящиеся у этой организации. То есть, по сути, если Tether выпустил почти 2 миллиарда монет, у него на счету должно быть такое же количество долларов. Но это не факт. Вторым видом являются токены, которые могут быть обеспечены резервными криптовалютами. Но поскольку криптовалюта чрезвычайно волатильна и изменчива, стабильная монета с криптообеспечением чрезмерно обеспечена для обеспечения стабильности цен. Ну и третий вид стабильных монет – это стабильные монеты, которые используют систему триггеров спроса и предложения, чтобы алгоритмически расширить контрактный тираж монет в зависимости от цены монеты. Примером таким может быть вот этот Fragments проект. Вот таким вот образом. В принципе, я рассказал все. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, каким вы хотите увидеть следующее видео. О чем вы хотите, чтобы я вам рассказал. Еще раз вам спасибо и пока!